Культурные события дня. Подготовка к юбилею. В Курске прошла пресс-конференция, посвященная 220-летию драматического театра. Он является одним из старейших в России. Именно на нашей сцене начинал свой путь Михаил Щепкин. Юбилейный вечер намечен на 22 сентября. Ожидается приезд высоких гостей, но у кого именно организаторы пока держат в секрете. К торжеству преобразится и само здание. Областной бюджет выделяет средства на ремонт. Окна в театре не открываются, не закрываются. А если откроются, то их не закрыть, наверное, будет нельзя. Значит, мы будем менять. Кровля у нас подтекает. Нужно просто 8 миллионов рублей, чтобы только кровлю перекрыть. Этим заниматься этим летом будем, но не один год. И в следующем году продолжим эту работу. Отметив юбилей, Курский драматически продолжит свою работу. Золушка Евгения Шварц. Обыкновенная история по роману Ивана Гончарова. Комедия Владимира Попова «Красавица Снежанна» и мышеловка по Агате Кристи. Такие премьеры ждут зрители в 221 сезоне. Нельзя не отметить, что Курский театр, один из немногих в России, работал практически без перерыва все 220 лет. Он и будет существовать. Всегда. Я об этом много раз уже говорил. Потому что это единственный вид искусства, где произведение искусства создается на глазах у зрителей. И зрители являются соучастниками создания этого произведения искусства. Больше таких видов искусства просто нет.